Иностранная разведка В этом случае на ровном месте тестировал прибор, фотоловушку, которая в том числе оборудована сим-картой для дистанционной передачи данных. Решил сделать пробный кадр. Что тут скажешь? Получилось. На селфи сотрудник посольства Украины в Беларуси Тарас Подольский. Шифровальщик, то есть человек, который связан с секретной документацией. Шифровальщик особо ценный сотрудник депмиссии. Ему нельзя жить за пределами посольства или консульства. Это общее правило во всех странах мира, так как слишком много на нем завязано. Например, конфиденциальность и связь с центром, в данном случае с Киевом. Но в этот раз шифровальщик занимался непрофильной работой, фактически шпионажем. Это является всего лишь одним из отдельных элементов ведения развития деятельности, которые поводит украинская сторона на территории нашей страны. Беларусь, Украина, страны-соседки, дружественные народы. Правда, вот политика, которую проводит официальный Киев, не поддается объяснению. Фактически руководство Украины делает все, чтобы вбить колье между простыми людьми и рассорить народы. Диверсионные группы, которые накачивали оружием белорусских анархистов, формировались там. Это сложно понять, особенно на фоне того, что Беларусь сделала для тысяч украинских семей, бежавших ранее от войны и до сих пор ищущих спасения. Нормандский формат, контактные группы, переговоры весной этого года. Что еще нужно сделать ради мира? Степановский сад – это центр Минска. Памятник Тарасу Шевченко. Его создали вместе украинский скульптор и белорусский архитектор. Это подарок Киев сделал Минску ровно 20 лет назад. Как-никак, города побратимы. В здании рядом посольство Украины. А вот оно последние годы, похоже, делало все, чтобы разладить и братские отношения, и дружбу народов. В распоряжении нашего телеканала оказались данные, что под вывеской посольства на самом деле находилась самая настоящая резидентура иностранной разведки. И шифровальщик Тарас Подольский там не единственный агент. В посольстве более 20 сотрудников. Установлено, что 8 из них – это кадровые работники спецслужб. Два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины, один от погранслужбы, четыре от внешней разведки. Все они работали под прикрытием. 8 из немногим более 20. А несколько лет назад таких агентов-дипломатов в посольстве было гораздо больше. Комитетом государственной безопасности на протяжении последних лет фиксировалась активная разведывательная деятельность с позицией посольства Украины в Республике Беларусь, а также консульства этого государства в городе Бресте. При общей численности дипломатической миссии Украины в чуть более чем два десятка человек не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины, что является беспрецедентным даже для дипмиссий крупных государств и свидетельствует о выборе Украины курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении нашей страны вопреки нормальным дипломатическим отношениям. Данные, которые мы публикуем, очень сильно удивят посольство Украины. Но все как есть. Явки, пароли и провал резидентуры. Сергей Винник, первый секретарь посольства. Являлся сотрудником первого департамента службы внешней разведки Украины. Агентурная разведка. Воинское звание полковник. В посольстве занимается вопросами политической разведки. Виталий Анафрийчук, первый секретарь посольства. Задача – установить контакты с должностными лицами из полкома СНГ. Создание агентурной сети на территории Беларуси. Роман Степанов, первый секретарь посольства. Кадровый сотрудник управления внешней разведки Украины. Не поддерживает действующее руководство Украины. Пасек Юрий Иванович, советник посла. Является офицером по безопасности. Официальный представитель службы внешней разведки. С 2018 года начальник областного управления СБУ в Николаевской области. В 2019-м уволен указом президента Зеленского. Участвовал в боевых действиях в Донбассе. Есть и агенты в консульском отделе украинского посольства. Вообще их задача заниматься помощью обычным людям. Документы, визы, гуманитарные вопросы. Занимались ли? Точно не все. Илья Звенигородский. Консул имеет ранг первого секретаря. Кадровый сотрудник пятого департамента службы внешней разведки Украины. При посольстве есть и аппарат АТАШЕ по вопросам обороны. На первый взгляд люди военные. Но есть и разведчики. И вот какие задачи здесь, в Беларуси, они могут решать. Александр Балюта, военно-воздушный АТАШЕ. Сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины. Сергей Катюба, военный АТАШЕ. В 2006-2008 годах офицер Генерального штаба Украины. В 2010-2018 годах офицер Центрального аппарата Министерства обороны Украины. Из 22 сотрудников посольства 7 офицеров и далеко не последнего порядка. Сотрудники посольства осуществляли агентурную разведку, предпринимая попытки сформировать разветвленную сеть информаторов из числа граждан Республики Беларусь. Лично собирали разведывательную информацию, в том числе и в отношении белорусских военных объектов. Предпринимаемые Комитетом государственной безопасности меры по пресечению противоправных проявлений со стороны украинских дипломатов, которые должны были послужить сигналом для украинских спецслужб, не остановили враждебной деятельности против нашей страны. В связи со сложившейся ситуацией Комитетом государственной безопасности приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием. Агентура работала по разным направлениям. Задача одних – отслеживать перемещение войск и грузовых поездов, других – общаться с информаторами и получать информацию. И, конечно, вербовка официальных лиц и простых людей. Шантаж, запугивание, подкуп. Методы использовали разные. На этих кадрах украинский дипломатический транспорт в районе белорусских полигонов. Здесь едет в сторону полигона Бреский. Там в это время идут учения. И ведется наблюдение за 38-й десантно-штурмовой бригадой. А это уже Гомель. Украинские дипломаты находятся в районе аэродрома двойного назначения. Он принимает как гражданские суда, так может и военные самолеты. И встречают вовсе не с цветами. У них другие задачи. Периодически агенты обзванивали тех граждан Украины, кто когда-либо обращался в посольство. И как бы, между прочим, собирали информацию. Как у вас вообще встанут в районе? Ну, пока, скажем так, тихо, спокойно, никто ничего не это. Но по поводу техники очень много ездят заправщики. А теперь нужно вспомнить провокации этой зимой, когда с украинской стороны залетали и беспилотник, и вертолет. Тоже собирали информацию. Все это и не только это позже опубликуют в так называемой «Белой книге». Это публичный отчет украинской разведки. Работают совместно с литовцами, латышами и поляками. Сотрудничают со спеццентрами НАТО. В документе конспектируется устойчивый интерес к состоянию и перспективам развития взаимоотношений Беларуси и России в политической и военной сферах. Обороноспособность союзного государства, военные базы, учения, деятельность ОДКБ. А еще очень интересуются строительством и работой белорусской атомной станции. Активно идет агентурная и не только работа на информационном фронте. Этим ведает Центр информационно-психологических операций сил специальных операций Минобороны Украины. Одна из его целей – дискредитация Беларуси. Откровенный деструктив, фейки, ложь и грязь. Ковровые информбомбардировки идут по соцсетям. Еще летом 20-го военные разведки Украины, Польши и Литвы на встрече в Киеве договорились и объединились. Главная задача – дестабилизация ситуации в Беларуси. Польская агентура получает задание и начинает с поиска исполнителя. Житель Гродно Денис Ивашин в интернете вроде как журналист и волонтер. На неоднозначном украинском портале InformNapalm отвечал за информацию из Беларуси. А на самом деле собирал информацию о ситуации в армии, сотрудничестве с Москвой, военнослужащих белорусской армии. Но добывал данные о бывших военнослужащих украинского спецподразделения «Беркут», которые переехали на постоянное место жительства в Беларуси. Ивашин задержан, и вскоре его действием будет дана правовая оценка. Что же касается иностранных дипломатов, вернее тех, за кого они себя выдавали, то на них распространяется Венская конвенция. Международный договор предоставляет определенный иммунитет в стране пребывания. Но ровно до того момента, когда очевидно, что резидентура раскрыта. И какой в таких случаях бывает реакция Министерства иностранных дел? На выход! Министерства иностранных дел